доброго времени суток сейчас хочу сделать краткий обзор того что предоставила google на своей презентации для начала пойдет разговор о телефоне nexus 4 собственно он оснащен аккумулятором 200 миллиампер час как в galaxy s3 мощнейший мощнейший платформы снегдаган с 4 с видеоускорителем адрена 320 который к слову несколько превосходит даже по производительности чем процессор и видео чип установлены в apple iphone 5 вот видео графические тесты так сказать телефон уже проходил и по ним на процентов 15 он обскакивает продукцию apple это говорит лишь о том как быстро идет собственно технический прогресс мобильных устройствах далее он оснащен 8 мегаписельный задний тыльный и фронтальный 1 3 мегаписельной камерой по дизайн это то же самое что на эксус от самсунга затем лишь исключением что задняя часть такая вот имеет непонятную структуру в общем она черная с такими серыми точечками вкрапления в общем выглядит интересно форм-фактор тот же самый экран не amoled а супер IPS ой да супер IPS как они там называют в lg true hd screen по поводу того что это как бы как в народе говорит лыжи сделали париться не стоит ибо поддержка вся идет угловая и lg лишь собрала модель и так сказать железо софтварная часть вся как бы за гуглом поэтому мне кажется беспокоиться не стоит далее планшет nexus 10 который уже на базе samsung сделан что в нем интересного идет android 4 2 который также называется jelly bean в нем установлен 2 ядерный процессор exynos 5 что-то 1 7 гигагерца ретина экран даже превосходящий 4 ipad по количеству пикселей на дюйм то есть четкость изображения там будет выше чем galaxy s2 да она будет чуть ниже чем чуть ниже чем galaxy s3 и либо в айфоне пятом но для планшета это сверх большое разрешение то есть я считаю даже чрезмерно большое но принципе кому-то хочется иметь очень четкую картинку на экране вот наверное ради этого всего это и сделано будут кстати цены за тот же nexus 4 300 долларов и до 350 за nexus 10 порядка 400 долларов я считаю это очень низкие цены вот из интересного почему-то планшете сделали навигацию как в носу телефоном то есть три кнопки посередине экрана и верхний статус бар я считаю что это и отрицательно вообще отношусь потому что мне удобно держать вашим двумя руками и например тыкайте в центр экрана мне неудобно и вот огромная эта шторка сверху тоже бессмысленно то есть съедается в расстоянии сверху и снизу не понимаю почему google пошли на такой ход ну для меня лично все это очень странно также nexus 7 новые 32 гигабайт с поддержкой 3g asus выпускает будет чуть дороже но уже полноценный планшет то есть с нас нормальной поддержкой так сказать интернет и беспроводного а кроме вай фай и собственно с большим с большим количеством памяти ибо карточки он не поддерживает я считаю что nexus 7 многие не брали потому что только вай-файная версия а вай-фай как вы знаете не везде есть вот новый android 42 себе несет функцию создания 3d снимков в галерее будет отдельно так сказать для них отдельное место будет поддержка профилей и будет некоторое обновление google нау появится в шторке вновлений какие-то значит быстрое включение вай-фай bluetooth как это сделано в ценах ген мод или в прошивках санса летать вниз вот в принципе по большей части это все изменений также будет новая клавиатура которая будет поддерживать якобы свайп и еще добавление виджетов на экран блокировки в принципе в принципе надо ждать смотреть девайсы выйдут в середине ноября и мы сможем воочию их так сказать посмотреть пощупать я думаю уже большое количество обзоров будет в принципе ничего неожиданного нету лишь новое железо все это 6 6 3 и красивее посмотрим как поведет себя android 42 и на все его новшества тоже надеюсь мы взглянем всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал всем пока